Привет, дорогая, меня зовут Даша. Я по знаку Зодиака Ра, работаю в страховой компании по обязательному страхованию. Ну, грубо говоря, я выдаю пылеса, скажем так. Вообще, человек, я слегка помешанный на вежливость. В интернете я почему-то наоборот. Мне чуждо обратиться к кому-то на «вы». Я над этим думала. Я думаю, дело в том, что когда человек пользуется интернетом, он как бы условно ставит свою подпись над тем, что он связан панибратскими отношениями со всеми людьми, с которыми он будет общаться. Я люблю всякие арбузные, кокосовые ароматы. Они запахи тоже обожаю безумно. Моими любимыми книгами являются как художественные, так и документальные книги по истории и книги, воспевающие честь и достоинство. Такие кардемарины, стичь. Я начала читать «Крапивина» ещё в среднем школьном возрасте. Я была, наверное, в классе в пятом, может быть, в шестом. Я до сих пор его читаю, перечитываю. Я уверена, я буду его читать и перечитывать всю свою жизнь. Потому что очень люблю читать книги в электронном варианте. Мне нужно ощущать запах чернил, запах бумаги, и вот сам факт перелистывания. Я ненавижу фильм «Сумерки». Правда. Потому что я сначала прочитала книги. Большая коллекция книг художественных, посвящённых Египту. «Египет» — это моя давняя любовь. Я даже ездила совершенно одна. Цепочка, которую я ношу всегда, даже моюсь я в ней. Это такая цепочка. Она очень длинная. Её можно надеть через голову. Она достигает аж, прошу прощения, зону декольте. Ну, как зону декольте? Это всё зону декольте. Деложбинки, да. Вот этот я купила в 2008 году. Это «Картуш». Здесь написано «Изита». Это мой ник в интернете. С обратной стороны традиционно три самых распространённых символа, талисмана Египта. Это «Ах» — символ жизни. Он же есть у меня вот здесь. Это «Глаз Уджит». «Глаз Гора» его ещё называют. И это «Скарапей». Я тоже обожаю эту подвеску шикарно. Мне подарила мама как-то на года три назад или четыре в виде пергамента. Немножко свечи. Но, кажется, видно, тут буква «Д». По первой букве моего имени. Немножко свечи шахматистка. Я прекрасно играю в шар. Видимо, я пошла этим в отцам. Как ты знаешь, я увлекаюсь генеалогией. Одно время очень увлекалась я Николаем Вторым и его семьёй здесь. И есть такой праздник Дивали. Я его праздную с 2009 года. Индийские кашения. У меня учатся из них я надела. Уже? Да. Вообще, у меня их не так много, но мне их много и не надо, потому что я их надеваю только один раз в год. В праздник Дивали. Он для меня святой. Нет, я не ударилась на двуизм ещё пока что. Но Дивали почему-то для меня правда святой праздник. Я люблю сетинки синего и очень люблю свечки. Хотя моя стихия, конечно, вода. Но свечек я без ума. Может быть, поэтому мне очень нравится индийский праздник Дивали. В котором нужно как раз зажигать очень много огней. Чем больше, тем лучше. Обычно я жуткая лентяйка. Родину, которую я никогда не видела своей жизни. В котором я родилась. И там же встретились мои родители. Там же поженились. Там же меня родили. Начали, правда, в другом месте. Так, и это село называется Козылька. Мы нашли улицу Комарова. Вся фишка в том, что в данный момент в своём городе я живу именно по этой улице. На моём фоне это Барница. Отдельно родильного дома здесь нет. А вот в здании есть отдельное отделение. В котором я поеду 17 июля 1983 года. Так, что я хотела сказать? Потихоньку. И ровно в 8 утра, в тютельку, как по будильнику, можно сказать, по критику петуха, я окончательно родилась вся полностью. С тех пор, кстати, у меня традиция какая-то подсознательная. Каждый год, 17 июля, я встаю именно в 8 утра. Ну, иногда бывает чуть пораньше, но это уже не суть важно. Мои любимые совушки. Сов я обожаю в любом виде. И, конечно, в виде серёжек тоже. Вот такого не было. Браслет под змею. Я обожаю все украшения, связанные со змеями. Обожаю поезда, кстати. Всё сделанное под шоколад я люблю очень. Хотя я обычно стараюсь отличиться от других людей, быть оригинальной.